150 тысяч кристаллов отправятся в копилку первого места. Да, безусловно, призы сохранены, но я думаю, что противостояние обретет какую-то новую краску. Явно команды наслушались достаточно много негатива от организаторов в своих спорах. Я думаю, время расставания с вами, дорогие зрители, не прошло. Ударом не для одной из команд. Каждый из них пришлось пообщаться с организаторами, выяснить проблемы. А теперь Лентон Киллер пренепрек нашим правилам дэлита и остался стоять на базе. Довольно некрасивое поведение с другой стороны. Я думаю, что любое нарушение правил должно влечь за собой подобающее наказание. Ну что ж, безусловно, ну и, как говорится, не пойман не вор, поэтому мы играем переигровку. Не самый оптимистичный тон присутствует у моего коллеги. Видимо, недоволен он тем, что ему не дали уйти на покой и отдохнуть этим прекрасным вечером. Так, и ради тем временем увозим, пока мы рассуждаем о том, приумел ли я или нет. Есть попытка захода на флаг от Энвинсбл. Три игрока, все на дропе. У двоих есть нитр, у двоих есть дашка. Своей умной аналитикой ты только подтверждаешь мою теорию. Ну, нет у меня никаких эмоций, а если есть, то не вписываются они в Бёрну в нормативную лексику. Ну, тогда попробуй сказать это более цензурно. Тем временем не состоялся контур-увоз со стороны Революшн. Был доставлен первый флаг, наверное, с Пеппером. И, возможно, помимо великолепнейшей переигровки на одной из самых динамичных карт, нас ждет и пенальти раунд на прекрасной карте Форест в формате 3х3 ХРВР. Для недавно до учившихся их зрителей я напомню, что до этого раунда Революшн ведут 2-1. То есть их устраивает как ничья, так и победа в этом раунде. В то время как Инвансибл следует, во что бы то ни стало отыграться в этом раунде, чтобы перевести встречу в серию пенальти. Есть ответная попытка от Революшн. Начинают они свой УОЗ. Есть какой-то такой паровозик. Вавка, скорее всего, подключится. Нет, не стоит помогать моему гидпенамбу. Будет он в одиночестве заходить на свою аресту. Пошел отсекать Вавка перехват. Не очень-то на самом деле это получается, потому что перехват мы видим как минимум в 3 танка. Еще один по большому мосту и два по бровке. Сейчас мы его с большим опытом. Революшн не торопится ехать на базу. Да, мы сейчас было важно переждать в тылах поддержки своих тиммейтов. Он все сделал грамотно. Более того, он грамотно слил в прыжке вражеского флагоносца. Еще становится 1-1. Тим, до начала раунда ты сказал мне, что у тебя есть интересная история в запасе. Не хочешь ли ты ее поверить нашим зрителям? Ну что ж, ты же говорил, что у меня не самый приятный настрой. Ну, тем не менее, для истории подходящие, я считаю. Ну что же, история была известна в том случае, когда сборная Швейцария по футболу запросила переигровку матча против России. Матч закончился с отсчетом 1-0, ну, первый основной. После чего, путем нелегких каких-то экспертиз, было выяснено, что якобы мяч, который влетел в ворота, немножечко неправилен, нечестен, ворота якобы либо больше, и все дела. Ну, как всегда, русским бог еще помогает и прочее. То есть, бог был оштрафован, я правильно понимаю. А, кто его знает, кто там был оштрафован? Ну, ответ был очень простым. Парни перешли, приехали, переиграли матч, выиграли его с отсчетом 4-0. Знаете ли, такая поучительная небольшая история. К сожалению, ну, лично для меня, возможно, это сугубо объективное мнение. Я того же самого не наблюдаю на карте, но все же таки профессионализм не должен мой пострадать, поэтому я буду просто комментировать матч. Сталкеры и Мэй сейчас не разобрались, кто же должен убозить флаг, а кто должен пойти на возврат. И все драгоценные секунды, возможно, стоили им как минимум возврата флага, но как максимум и убоза. Потому что сейчас при грамотном фокусе и в лете возможен был возврат, но возврата не состоялось. Стоит отметить, что Кэр держит флаг в тылу, стратегически невыгодная позиция для размена. Потому что, я напомню, большинство респов красной команды будет проходить на левом фланге от непосредственно красной базы. Именно поэтому Кэр передвигается на более благоприятный для себя левый фланг. Метеор, скорее всего, будет держать флаг, вот его он сейчас подбирает. Мэй он где-то наберет красный, о, простите, синий флаг за красную команду. Тихонечко красный чистит свой флаг, что удается им это сделать, но есть заход Айлегиса на возврат флага, релик от флагоносца. Но тем временем красный флаг будет возвращен, скорее всего, если ничего не случится экстраординарного. Сталкер Андрей должен спокойно возвращать этот флаг. И помогают Мэйл Гет Юнамба. Ему помогают, и он успешно унишает легисы в сфере. Есть директив с малого моста на ДАДД, и есть Диор по 100 метровке на ДДД. Понимают революцию, что необходимо отстреляться сейчас, что не нужно, не подорваться, дропа у них нет. Они видят у соперников три ДДшника и двух ДАшников. Весь дроп отдали Революшн, к сожалению, зажавшись. Сместились они на один флаг, да, они вернули, но, к сожалению, весь дроп потеряли. Это будет возврат в исполнении Инвинцибл, и пытаются они уйти с флагом, но у КР-1 все печально его переворачивают. Андрей Ермоленко превосходно сыграл, он переиграл КР на речном скидне. Я не знаю, почему КР смелился прыгать в яму, ведь он был целый на ДАшке с флагом. Но Мэднеспейпер стреляет на опережение, не переворачивается в ответ. И благодаря той рельсе, которая заставила его немного задержаться, он минует три прострела соперника, и счет уже становится 3-1. Что ж, кажется, нас ждет серия пенальти. Да, мы с тобой снова вернемся на Форрест, сейчас где-то должен выгрутить в мире один котик. И 7 миллиардов людей, поскольку завтра нужно на работу, такой поздний час, нам приходится играть и смотреть на великолепные форматы. Киллеры в КТЕ демонстрационно лежат в минусе, показывая свои пренебрежения относительно этой переигровки. И, видимо, команда уже настроена на пенальти. Да, безусловно, КР будет довозить флаг, довозит он, это еще один флаг. Ну что ж, революшнам стоит подумать о том, как они будут играть в Форрест, и не более того, забыть уже об этой Барде, а там в 3 минуты. А разве что, вдруг по случайности, снова сервера начнут барахлить, они же случайно начали барахлить, это просто сечение обстоятельств. Да, безусловно. И, возможно, случится еще одна переигровка, и как бы все возможно, это все-таки танки онлайн, а не, знаете ли, нет другая, независимая технических проблем игра, какая-нибудь дота, если четко. По тем временем на нашем стриме уже 10 человек, я предполагаю, что несколько из этих 10 человек являются нашими аккаунтами, поэтому мы смело можем оставшимся, скажем, 6 игрокам передать свои приветы. Да, ребят, мы рады, что вы нас смотрите. Я предлагаю тебе передать 3 привета, а я передам 3 оставшихся. Давай так, вот необычные приветы, во-первых, хай, привет и ку, чтобы у всех был разный привет, чтобы каждый мог похвастаться своим. Да, четвертый игрок в нашем списке получает, какое приветствие он получает? Здравствуй, четвертый игрок. Пятым игроком я, пожалуй, поздороваюсь на немецком языке, guten Abend. Шестым игроком я могу поздороваться на, пожалуй, латышском языке, лабакар. И седьмому игроку, какое приветствие ты дашь? Как ты его назвал? Лабакар. На тем временем 4-3, революшн сохраняет надежду на ничьи в этом раунде, не дают они расслабиться своему сопернику. Да, ничья их более чем устраивает, рано мы начали раздавать приветы, потому что ВМ Руни на нитре уже миновал сотку, является... Ну, скорее всего, Легес будет возвращать, не смотря даже на, ну, скажем так, достаточно скилованный прострел от Танкиллера, не помешает. Похранил у Руни сам свой флаг, не попав по Легесу, то есть прострел-то сопоставщий был. Да, действительно, это так. Что ж, остается 35 секунд. Я не думаю, что что-то изменится, учитывая, что два целых синих игрока есть в дефе. Ну, с легким математическим подсчетом нам подсказывают, что нужно 4 рельсы, да, это очень много, и времени потребуется как минимум секунд 11 на то, чтобы только их шлить. Тебе не кажется, или наш седьмой зритель остался, несправедливо остался без своего привета? Да, да. Ты прав. Я предлагаю прямо сейчас справиться с этой ситуацией. Мы еще с тобой, кажется, не говорили «добрый вечер», но я думаю, этот «добрый вечер» отрезован именно ему. Да, «добрый вечер», восьмой игрок. Ну, а мы переходим на захватывающую камеру Форест прямо после короткой музыкальной паузы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Ротаро. Если мне не изменяет память, он был главой или замглавы молдаванского клана. Я прав. Возможно, к сожалению, я не следил за карьерой данного игрока. Неизвестен его путь в спорте. Вижу, скажем так, только нынешнюю ситуацию, поэтому ничего я заявлять пока что не могу. Возможно, после игры я обязательно это посмотрю, а пока берем, я верю в Эмсалам. Андрей Зермоленко не поддался на провокацию КР, переждал его рельсу и без штрафа слил его. Да, вот так вот. Все справляются со своими визовиксами и MailGetYourNumber тоже сейчас справится со своими визовиксами. Браво. Безусловно, Revolution. Переигрывает каждый из трех ребят своих оппонентов. Что-то чего-то дошутили. Кириллер еще ей подбирает аптеку, будучи рельсу на ДД. И сейчас он, скорее всего, отконтроливает треспившую ротару. Да, так и будет. Несна Мэй зря рельсу разряжала. Возможно, ему бы сейчас пригодилась она для чистого ухода за домик. Но нет, Легис. Легис решил отстрелиться по Кириллеру. Удачный кирилл для Андрея Ермоленко. Андрей спасся прямо на ДАшке. А Кириллер, судя по всему, не возьмет аптеку. Странный довольный муд с Андреем Ермоленко. Ага, так Кириллер тем временем сливает вражеского племяносца. Сбитая рельса Ротару. И что? Легис на ДАшке будет пытаться увозить. Разрешается он в молоко. Ермоленко пропичит ему одну рельсу. Подожди, Ротар уже попал. Просто не по флагу, а по Мэй. Разве? Ну, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Возможно, я тоже мог не уследить. Ну, что ж. Это останется маленькой тайной. О ней будет знать только Ротару. Стоит отметить сетап. Сетап у обоих кланов заключается в использовании трех АСПО. У вас маневренность поставлена в приоритет стабильности на данной карте. И обрати внимание на там Кириллер. Агрессивное держание флага. Возможно, сейчас обернется неудачей для него. Потому что его поджимают уже и Дегис. Ну, Дегис получил свою рельсу за то, что попробовал поджать чужого плагоносца. И вот так вот. Возвращает прекрасная игра от этого игрота. Ермоленко снова переигрывает к Р1. Не может он понять, когда тот остановится, когда тот поедет дальше. Уже в который раз мы увидим эту ситуацию. Выдерживает Ермоленко рельсу. Ведь он фуловый. И все логично. Ротар остается на 1. И снова Ермоленко прекрасную паузу выдерживает. Уже недавно пора понять, что не будет он выкатываться под ложные прострелы. Легиса, скажем так, подсадили. Не попал на свой рельс. Здесь есть КР1 на ДД. Наконец-то попадает у Ермоленко. И тот чуть ли не перевернулся. Помог ему в этом Мэйо Битвинамбо. Отличный прострел. Прекрасный прострел от Мэя. Да. Позволяет ему пройти до следующей сейфовой позиции. Стоит пояснить. Дело не в том, что он должен был попадать или не попадать. Он спас себя от возможного прострела. И тем самым смог проехать к флагу. Вот. Очень грамотный выстрел на самом деле. А между тем уже 2.0 провели Революшн в пенальти. Несмотря на то, что будут сейчас у них, конечно, определенные проблемы. Ротару на двойной броне. И на нитре доволит флаг. Твойной нитро? Или тоже двойной нитро? Твойной, безусловно. Твойной нитро у нас еще нет. Ранее была программа спидхак. Но, знаешь ли, сомневайся, что команда использует это. Ведь все абсолютно честно. Проблема сейчас у людей. Сразу 2 игрока Революшн его окружают. Кэру неплохо было бы сейчас отстреляться по флагу. Вот так вот Медис ездит под танками. А танки удовольствуются аптекой. И еще аптекой. И плюс аптека превосходна. Но, к сожалению, я его перехвалил. Не попал он в полк Р1. Да, теперь встреча двух бывших тиммейтов. Я напомню, что оба этих игрока играли за состав БГВП. Из которых не удается победить. Точнее, определить победителя. Ведь в дело вмешался Мэйд. Вот так вот. Даже сквозная рельса тратарами не позволяет вернуть флаг. Еще становится триллион, как верно уже подметил Антон. Что же. Возможно, статистика Революшн сегодня не подпортится. Единственное, что сегодня подпортится. Это репутация одной из команд, скажем так. Медис только что имел довольно интересный ЛП. Один в десяти. Сейчас это немножко немножечко подправилось. Ну, ты знаешь, возможно... Подожди, это положительная тенденция. Ровно в два раза увеличилось количество его флагов. Нет, ты знаешь, уже два к одиннадцати. Пошел обратный процесс. Не знаю, может быть, ему стоит обновиться. Может быть, его лагают. Может быть, у него снова какие-то лаги. Может быть, они мешают ему. Судя по всему, это будет четыре мая. Ух ты, уже четыре. Вот это да. Даже Фоксы держались немного более сильно. Несмотря на то, что явно уступали своему противнику. Пенальти уже подозревает, что эти пенальти не закончатся ничем хорошим для его команды. Благодарить соперника за игру. Ну что же, куда же он, а как же исправить свою УП? Исправить свою УП ему еще предоставят возможность. Нет, вообще, я по-прежнему жду чего-нибудь интересного. Я не знаю. Я не знаю. Ты что, шесть ноль вместо пяти ноль? Ну, я не знаю. Может быть, раздвоение танка Легиса. Может быть, от него будет где-то целых два танчика. Или еще одни лаги. Я не знаю. Что-то же должно произойти. Это будет шесть двадцать шесть. Я не уверен, что это хорошая инвестиция. Возможно, следует раздвоить Ротару. Или КР-1. Я не уверен, что что-то из этого поможет им сейчас. Потому что вот так вот Ермоленко берет и прописывает рельсу. Ну, почему же? Сейчас четвертый игрок не помешал бы команде инвайдсбоп. Вот, например, дать рельсу Мэя? Нет. Мне как-то численное преимущество не поможет. Все-таки отработали. Правильно, согласен. Ну, да. Возможно, я перегибаю. Но команда Revolution явно отработала пенальти. У них явно наигранное трио, которое, хоть и выступало на Барни, но сразу видно было, что это отдельная троица, которая стоит в команде за особняком. Она отрабатывала пенальти в формате Харадоре. И это видно в их игре. Видно потому, что они делают. Видно потому, как они маневрируют корпусом. На данной карте. Ну, сейчас Мэйл Гетлинамба видимо заслушался Мэйлисти. И крайне неудачно перевернулся. Правильно. Ну, вступил в интернете пользу на свое место. Что ж. По-прежнему вайл Мэйла за то, что тут вступил в интернете. Действительно. Можно же о чем-то поговорить, крайне как о 5-0 на Форесте? Ты знаешь, я уже не так сильно огорчен Форесту, как в фразе «Всего лишь 5-0». Вот что я хочу сказать. Да, всего лишь 5-0. И я считаю, что это не самый разгромный счет, который мы видели. Например, троица из моего клана проигрывала с еще большим счетом. 7-0, если не ошибаюсь. А тем более уже 5-1. Слушай, и один флаг наставили. Странно даже. Может быть удалось что-то исправить. Может быть Легес слишком рано написался. Постоянно. Действительно. Мин-30, Сезулфит еще очень много обещают для клана Invincible. И мы можем развести немножечко хайпа по поводу того, что вот-вот они сейчас сравняются. Смотри. Уже 5-2. И Легес сразу на конфликт. 5-2. Мне кажется, нам нужно еще немного больше хайпа. Потому что Легес уходит через центр. Если он сейчас соло разберется с Андреем Ермоленко. Там киллер внезапно скинет флаг и он вернется. А третий игрок будет на караване. То было бы классно для Invincible. Но этого не происходит. К сожалению. И Мэй совершенно не было. Скорее всего будет 6-2. Вот сейчас доставляется красный флаг. Здесь битый Ротару. Убивает его. Несмотря на выданную рельсу. 6-2. Просто игроки Революшн не хотят нам давать поводы повеселиться и как-то оживить эту трансляцию. Не позволяют, к сожалению. Не меня. К сожалению. Сравнять этот счет. Ведь я хотел еще немножечко Фореста. 3 на 3. Это же потрясающая разработка. Организация турнира. Что ж. Оставим в покое Форест. Мы видим, как спокойно доигрывается игра. Все-таки. Да. Форест прошел. К сожалению. Но Революшн сохраняет свою победную серию. Увеличивая ее до 4 побед в пенальти подряд. И второй день подряд. Извините за тортологию. Они выигрывают Близ и целых 150 тысяч кристаллов. А это путем не хитрик математических.